Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас вновь на пресс-конференции службы центральных коммуникаций. И тема нашей пресс-конференции – развитие единой электроэнергетической отрасли в рамках государственной программы Нурлужу. Развитие энергетической, в том числе и электротранспортной инфраструктуры Казахстана является одним из приоритетных направлений развития экономики страны. Глава государства поручила усилить электроэнергическую связь с севера, востока и юга страны. Более подробно о реализации данных поручений нам сегодня расскажут наши гости. Позвольте представить. Директор департамента электроэнергетики Министерства энергетики Муржан Нурланович Сарсенов. Первый заместитель председателя правления акционерного общества Самрук Энерго – Каныш Танирбергенович Молдабаев. И директор департамента развития национальной электрической сети Казахстанской компании по управлению электрическими сетями акционерного общества КИГОК Нуржан Кокимжанович Исенов. Добро пожаловать, уважаемые гости, и позвольте первое слово предоставить Буржану Нурлановичу. Пожалуйста, вам слово. Приветствую вас. Спасибо за предоставленное слово. Хотел бы отметить, что электроэнергетика, прежде всего, включает в себя производство, передачу и снабжение потребления электрической и тепловой энергии. Это обеспечение всех потребителей Казахстана, экономики Казахстана и населения, конечно. В 2014 году нами было произведено электросистемой Казахстана 91,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. По сравнению с 2013 годом это на 2,2% выше. Потреблено было экономикой и населением страны 91,6 миллиарда киловатт-часов. Это тоже порядка 2%, на 2% выше, чем в 2013 году. За первый квартал 2015 года произведено нашими электростанциями 25,1 миллиарда киловатт-часов. Это несколько ниже, чем было, скажем, в прошлом году за аналогичный период. Но, тем не менее, потребление осталось на уровне прошлого года. Основную роль передачи электрической энергии в электросистеме, в энергосистеме Казахстана играет национальная компания АО «Кигок», как вы знаете. На балансе этой компании находятся 297 линий электропередачи напряжением от 35 до 1150 киловольт, порядка 76 подстанций, тоже на эти же виды напряжения. Это в общей сложности порядка 24,5 тысяч километров сетей. Производство же электроэнергии в Казахстане осуществляет 76 электрических станций, к которым относятся и гидроэлектростанции, и в нынешнее время возобновляемые источники энергии. Но основной производитель – это, конечно, тепловые электростанции, наши крупные ГЭС и теплоэлектроцентрали, которые находятся в основном в областных центрах республики. Распределением электроэнергии занимаются 20 региональных электроэнергетических компаний, рейки, как мы их называем, порядка 150 малых распределительных электрокомпаний, и энергоснабжение населения и экономики страны обеспечивает 180 энергоснабжающих компаний. Вы знаете, что за последние пять лет, ну, в рамках предельных тарифов, так называемых программы, тариф взамен на инвестиции, которая проходила с 2009 по нынешний год окончания, объем инвестиций в нашу отрасль увеличился более чем в пять раз. Это порядка 700 миллиардов тенге. При этом модернизировано 5000 мегаватт мощности существующих и введено дополнительно к тому, что есть порядка 1700 мегаватт электрических мощностей. Все это вместе с теми мощностями, которые существуют в Казахстане, позволяют покрыть всю потребность экономики страны и всю потребность населения страны. Предельные тарифы заканчиваются, как вы знаете, в этом году. Со следующего года их уже не будет. И к тому моменту, когда закончатся предельные тарифы, дополнительно будет введено в Казахстане порядка 3300 мегаватт мощностей электроэнергии. Все это выражается не только в том, что были модернизированы основные мощности, но и очень большое внимание при этом было уделено, скажем, экологическим вопросам. К примеру, на наших электростанциях в основном сейчас устанавливаются последние виды электрофильтров, что позволяет удерживать до 99% тех выбросов твердых веществ, которые раньше в очень большом количестве выбрасывались в атмосферу. За последние пять лет в электроэнергетической отрасли страны сделано очень много в законодательном отношении. В 2012 году были приняты изменения законодательства в электроэнергетике, которая позволила нам разработать за эти пять лет более чем 50 нормативно-правовых документов, более 200 нормативно-технических документов, которые необходимы для успешной работы нашей отрасли, для того, чтобы обеспечить безопасность работающих в этой отрасли. За счет всех вот этих мероприятий, включая в том числе и разработку нормативно-технических документов, нормативно-правовых документов, остановлен износ основного оборудования, уменьшены аварийности на электростанциях и, соответственно, уменьшены аварийные остановы на этих электростанциях. Ну, что касается конкретно программы Нурлжол, то в ее рамках нами, вы знаете, проводится реализация проекта так называемого транзита север-восток-юг, то есть это соединение электростанций, ведущих ГРЭС наших в Экибастузе с востоком страны. Это Экибастуз, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и вторая линия, это Усть-Каменогорск, Актугай, Талдыкурган, Алма или Алма-Ата. В настоящее время по проекту строительства первой части этой Экибастуз, Семипалатинск, Усть-Каменогорск на участке высоковольтной линии на 500 кВт уже установлено 425 металлических опор из 540, то есть выполнена основная часть работ. Это позволило уже протянуть провода на 130 км и 192 км планируемых линии. При этом выполняются заходы-выходы на 220 кВт на подстанции семей, устанавливаются, как я уже сказал, опоры высоковольтные на различных участках. При этом все ведется согласно разработанных проектных смертных документов на строительство этих линий. Теперь, что позволяет нам сделать вот именно строительство этой линии? Прежде всего, это, конечно, на строительстве задействовано порядка 747 человек в период строительства. Будут работать, найдут работу порядка 35 человек в период эксплуатации этой линии вот север-восток. Что касается линии Восток-Юг, то есть это Усть-Каменогорск, Актуга, Талдыкорган, Алма, то уже определены подрядчики на проведение этих работ. Планируется начать эти работы в 2015 году. Окончание срока строительства второй линии, второй части линии – это 2018 год. В строительстве будут задействованы порядка 1114 человек. И в период эксплуатации сети найдут постоянную работу 65 человек. В целом, реализация проекта строительства транзита 500 кВт северо-восток-Юг позволит увеличить транзитный потенциал национальных электрических сетей с 1350 МВт до 2100 МВт. Будут созданы условия для электрификации участков железной дороги Актугай-Моэнте, Актугай-Алма-Ата и Актугай-Достык. Продолжится развитие приграничных территорий, увеличится освоение потенциаловозобновляемой энергии. Это, скажем, на Джунгарских воротах. Будут созданы благоприятные условия для развития горно-металлургического комплекса Восточно-Казахстанской области, которые имеют очень большое значение для нашей промышленности. Ну, в частности, это строительство и развитие Актугайского ГОК. Кроме того, в настоящее время АОК и ГОК реализуются проекты модернизации национально-электрической сети Казахстана, которые предусматривают повышение эффективности и функционирования всего рынка электроэнергии. Это позволит устойчиво и долгосрочно нам прогнозировать все виды работ и обеспечения экономики электроэнергии. Реализация проекта модернизации национальных электрических сетей началось в 2010 году и окончание строительства в 2016 году. В рамках этой модернизации будет осуществлен проект второго этапа. Это строительство высоковольтной линии на 220 кВт. Тюлькубас бурная протяженностью 62 километра. Ну, необходимо, наверное, отметить, что все строительство сети северо-восток и юг, все модернизации энергетических сетей Казахстана в основном ведется за счет собственных средств акционерного общества Киргог. И кое-где, конечно, есть заимствованные средства, которые будут предоставлены в основном Европейским Банком развития и реконструкции. В отношении этого имеются соответствующие договора. Все проектно-сметные документации, соответственно, была предоставлена для получения этих заемных средств. И все средства, которые будут затрачены, они обоснованы. Важным проектом в рамках именно усиления энергосистемы Казахстана является усиление связи Павлодарского энергоузла с единой энергетической системой Казахстана. Ну, в основном это реализация проектов открытых распределительных устройств и подстанции, таких как Павлодарская, Экибастузская, расширение их. С началом реализации этих проектов будут освоены капитальные вложения на сумму свыше 117 миллионов тенге, включая налог на добавленную стоимость в этих условиях. Хотелось бы отметить, что в рамках реализации Нурлужол нашим министерством реализуется проект развития современного нефтегазохимического комплекса в Атаравской области. Ну, вы знаете, там создана специальная экономическая зона, национально-индустриальный нефтехимический технопарк с площадью порядка 3,5 тысяч гектар земли в таких населенных пунктах, как Карабатан, Тенгиз, сам город Атырау. Для формирования и работы этого нефтегазохимического комплекса для обеспечения его электроэнергии планируется построить единую газотурбинную станцию, а также комплексы по водоочистке и водоподготовке для этой электростанции. Строительство вот самой инфраструктуры СЭЗНИНТ позволит привлечь порядка 1,8 триллиона тенге, при этом на этапе строительства будет задействовано порядка более 5 тысяч человек, строителей, а во время эксплуатации этого комплекса всего будут работать более 2 тысяч человек. Теперь, что хотелось бы сказать, это строительство газотурбинной станции, в принципе уже ведется полным ходом, сделаны подготовительные работы, заказчиком является Карабатан Улити Солюшенс, это дочернее предприятие объединенной химической компании Казахстана, подрядчиком будет компания Дуосан, с ними уже заключен EPCM контракт, единственное, не включая расходы на строительство. Сумма контракта это порядка 310 миллионов долларов США, ну в переводе в тенге это более чем 56 тысяч, извиняюсь, 56 миллиардов тенге. На производство, вернее на строительство этой станции газотурбины уже заключен контракт на подготовку, скажем так, электроэнергетического оборудования с теми же компаниями, как мы говорили, Дуосан. При этом разработку всей технической документации, проектно-сметной документации ведет наш казахстанский институт КАЗНИПИЭНЕРГОПРОМ. Одним из проектов, который имеет отношение к инфраструктуре электроэнергетики Казахстана является строительство Балхашской тепловой электростанции. Ну, этот проект ведется давно, вы его тоже все знаете. Это строительство тепловой электростанции мощностью 1320 мегаватт. Она будет служить для того, чтобы снизить прогнозируемый, как мы говорим, дефицит электроэнергии на юге Казахстана. И строительство этой электростанции даст нам возможность регулировать само энергоснабжение в целом всей энергосистемы Казахстана. Для того, чтобы реализовать этот проект, правительством Казахстана предприняты все необходимые меры. Вы знаете, было подписано соглашение с корейской стороной на строительство этой станции. И протокол по внесению изменений в это соглашение, который позволил определить все необходимые мероприятия по возврату инвестиций, которые будут вложены корейской стороной, и сам Рокэнерго со стороны Казахстана. Вы понимаете, что энергосистема Казахстана не может развиваться без взаимосвязи с другими энергосистемами соседних стран. Наша энергосистема работает в параллельном режиме с энергосистемой Российской Федерации, а также с энергосистемой стран Центральной Азии. Что касается развития энергосистем трех стран, которые входят в единое экономическое пространство, это Белоруссия, Россия и Казахстан, вы знаете, что согласно подписанному договору о Евразийском экономическом союзе подготавливается концепция развития общего энергетического рынка вот этих трех стран, создан под комитет в рамках ЕЭК по подготовке документов как концепции, так и программы развития самой единого экономического союза, Евроэкономического союза. Вот эти принятые совместные решения предоставляют беспрепятственный доступ к сетям для осуществления межгоспередачи электроэнергии как в Казахстане, так и в России и в Белоруссии. В качестве одного из перспективных проектов развития системы Казахстана рассматривается совместно с китайской стороной возможность строительства линии постоянного тока плюс-минус 800 киловольт до центрального и восточного регионов Китая, Китайской Народной Республики, строительства новых электростанций, возможно, в Тургайском и Кибасовском регионах для того, чтобы рассмотреть именно возможность экспорта электроэнергии, которая производится в Казахстане, для ее реализации в Китае. Кроме того, вы знаете, что в странах Центральной Азии, это Киргизия и Таджикистан, планируется строительство так называемой связи Касса-1000, это страны Центральной Азии со странами Южной Азии, Афганистан и Пакистан, которая позволит нам, Казахстану, в зимний период, когда будет недоставать электрической энергии в Киргизстане и в Таджикистане, продавать нашу электрическую энергию и в Афганистан, и в Пакистан. Работы эти сейчас находятся, конечно, в режиме проекта, но при реализации у нас появляется очень большая возможность для нашего экспортного потенциала. Ну, в принципе, что касается инфраструктуры электроэнергетики, я вкратце вам рассказал, благодарю за внимание, ну и вместе с моими соцспикерами мы готовы ответить на имеющиеся у вас вопросы. Да, Баужан Нурланович, благодарю вас за информацию. Пожалуйста, уважаемые коллеги, сейчас вы можете задать вопросы по теме нашей пресс-конференции нашим спикерам. Пожалуйста, первый вопрос, есть ли желающие задать вопросы? Пожалуйста, малый человек, представьтесь. Жасын Баркенов, 24-й газеткелер насын. Мені мунатай сұрақ. Мен қаза статистике келдірем, сандарды сөйлетім, қателесем дүзет өрсістір. Сонымен, Қазақстан, әрғашан, баламалы энергия көздеріңіз дейді. Осы орайда, біздің елімізді, менің білуімші, ондаған жел, үрі, әрі-әрі деген жел станциялары әрі сөйлі неал салыма «шай»? Екінше, білуімші әрі әрі render үрі әрі неуміздің maze бұл дүзетін, әрі, әрі әрімілізді, менің көздеріңізді, менің білуімшінде әрі, әрі әрі әрі. Ну, что касается строительства новых электростанций, я могу отметить только, что у нас в плане сейчас строительства Балхашской тепловой электростанции, как я сказал, на 1320 мегаватт. Кроме того, вы знаете, рассматривается вопрос строительства атомной электростанции. Пока не знаем, какой мощностью точно это будет, но это тоже порядка 1200, может быть, больше мегаватт электроэнергии. Рассматривается строительство станции по возобновляемым источникам энергии, это и ветровые, и солнечные. А так, вот как вы задали вопрос, планируется ли большое строительство других станций, пока это не планируется. Все это исходит из того, что нами в 2014 году была принята концепция развития топливно-энергетического комплекса Казахстана, в которой до 2030 года был разработан энергобаланс страны. Тем более, в настоящее время, в связи с реализацией программы предельных тарифов, как я уже отмечал, у нас имеется уже порядка 3000 мегаватт электроэнергии резервной. То есть, у нас есть резервные мощности, которые позволят нам на ближайшую перспективу создать, вернее, обеспечить экономику страны и население электроэнергии. Пожалуйста, уважаемые коллеги, если еще что-то. Можно мне добавить? Да, конечно. Я хочу отметить, что в отношении возобновленных источников энергии наша компания завершила строительство солнечной электростанции 2-мегаваттной в городе Копчега. 3 мая мы выработали первый миллион солнечной электроэнергии в этом году. То есть, в отношении строительства ветровых электростанций наша компания завершает строительство ветровой электростанции в районе города Ерементал. Мощностью 45 мегаватт будут установлены 22 ветроустановки. В настоящее время работы завершаются. Надеюсь, в конце первого полугодия работы будут завершены. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста. Здравствуйте. Я Раил Монтбаева, телеканал «Астана». У меня вопрос по КПСУСКОМУ ГРС-2 и по третьему блоку. В связи с чем переносится на два года строительство и сдача в эксплуатацию этого третьего блока? Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда будет введен рынок мощности? Как собирается осуществляться централизованный закуп? На базе чего? И третий вопрос. Есть такая информация, что израильские инвесторы заинтересовались строительством ТЭЦ в Костанае. И стоит ли ожидать двухсторонних соглашений? Спасибо. Прежде всего, что касается третьего энергоблока и КПСУСКОМУ ГРС-2, сроки переносятся в связи с тем, что в России, что у нас наблюдается избыток мощностей прежде всего. Во-вторых, это вопросы финансирования этого проекта, которые в настоящее время рассматриваются и российской стороной, и казахстанской стороной. Будут привлечены наши отечественные банки для финансирования 50%, как мы говорим, казахстанской части этого проекта. Ну и привлекает свои средства российская сторона. В настоящее время, в связи с тем, что были изменены параметры этого энергоблока, как вы знаете, он планировался на 500 мегаватт, а сейчас это будет порядка 630 мегаватт, все эти вопросы и повлияли на то, что были перенесены сроки строительства и ввода в эксплуатацию этого энергоблока. Ну, что касается рынка электрической мощности, о котором вы спросили, нами разработан, я имею в виду министерство, законопроект по внесению изменений и дополнений в закон, в законодательство в целом по электроэнергетике. Для того, чтобы этот законопроект прошел, мы концепцию подготовили, которая была одобрена государственными органами и правительством Республики Казахстан. Этот законопроект разработан совместно со всем электроэнергетическим сообществом, при этом принимали участие в его разработке Национальная палата предпринимателей, другие общественные организации. Законопроект в настоящее время находится, уже внесен в правительство Республики Казахстан. Ну, теперь, в связи с тем, что вы знаете, на прошлой неделе было выступление президента страны на расширенном заседании правительства, у нас появляется необходимость в некоторой коррекции, корректировке этого законопроекта, для того, чтобы рассмотреть и внедрить, как было отмечено, положение о создании единого закупщика на рынке электроэнергии Казахстана. Я хочу отметить, что все согласно того же энергобаланса, который был разработан в концепции развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года, строительство других станций, кроме Балхашской электростанции, крупной я имею в виду, не предполагается. Тем более не предполагается строительство теплоэлектроцентрали в других регионах страны. Единственное, могу отметить, что сейчас рассматривается вопрос строительства теплоэлектроцентрали в Таразе, в связи с тем, что старая станция находится в очень плачевном, так скажем, состоянии. Рассматривается вопрос строительства теплоэлектроцентрали в городе Семей. Других проектов Министерством энергетики не поддерживается. Спасибо. Что касается рынка мощности, ну, наверное, вот в вопросе прозвучало, я бы хотел отметить, что вот в Казахстане рынка мощности, электрической мощности планируется с 1 января 2016 года, наверное, вы знаете. И компания КИГО как раз будет являться оператором рынка электрической мощности и будет выступать единым закупчиком электрической мощности электростанции, всех электростанций в Казахстане. На сегодняшний день идет, соответствующие законодательства были приняты ранее, на сегодняшний день идет разработка соответствующих подзаконных актов, правил, и совместно с Министерством КИГОК тоже в этом участвует, и мы планируем, что до запланированного срока эти документы должны быть приняты, и вот своевременный вывод рынка мощности будет обеспечен. Пожалуйста, следующий вопрос к закону. Миро Эрчакенова, закон КИЗ, скажите, пожалуйста, как отразится развитие общего энергетического рынка между странами ЕС на конечных потребителей, то есть на нас и касательно тарифов можно тоже? Коснется это как-то? Ну, в принципе, создание общего электроэнергетического рынка на три страны практически не коснется потребителей, населения в частности. Почему? Потому что в первую очередь принцип создания общего энергетического рынка на эти три страны говорит о том, что необходимо прежде всего обеспечить своих потребителей электроэнергии, а реализация уже избыточной электроэнергии будет осуществляться вот в рамках этого общего электроэнергетического рынка. То есть, как мы планируем, по крайней мере, исходя из первого вопроса, вернее, из предыдущего вопроса, мы говорили о рынке мощности в Казахстане. Мы планируем по возможности с введением единого закупщика на электроэнергию и мощность в некоторой степени сравнять тарифы на территории Казахстана по регионам. Большого влияния создание вот именно на общего энергетического рынка на три страны на нашу энергосистему не окажет. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьтесь. Вот Вы сейчас сказали, что будет предельный тариф закончен со следующего года. Не означает ли это, что со следующего года тарифы будут подниматься выше нынешней предельной стоимости? И еще один вопрос, исходящий из Вашего ответа. Вы сказали, что Вы будете, возможно, выравнивать тарифы. На что Вы будете основываться? На средний тариф, на повышенный, на верхний тариф регионов или на нижний тариф? Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень интересный, конечно, вопрос. Но прежде всего, как будет формироваться тариф при переходе конкретно с 2016 года на рынок мощности, скажем так? Тариф, тот, который сейчас существует, будет поделен на две части. Одна постоянная составляющая – это тариф на электрическую мощность, который позволит привлечь нам за счет возможности возврата инвестиций новые инвестиции в отрасли. И вторая часть тарифа – это тариф на электрическую энергию. Что касается предельных тарифов, о которой говорили, вернее, программы предельных тарифов, да, эта программа заканчивается в этом году. Со следующего года мы будем, как мы уже отмечали, входить в рынок мощности. Но тариф, тот, который предельный, он, по всей видимости, будет сохраняться не в том виде, который сейчас существует, а для того, как вы сами сказали, для сдерживания именно роста тарифов государством все-таки будет сдерживаться этот тариф. Теперь, что касается усреднения тарифов на все регионы. Ну, вы знаете, что сейчас тариф, который существует, прежде всего формируется из того тарифа, который приходится на энергопроизводящие организации, то есть на станции наши. Затем есть тариф передачи по национальным электрическим сетям, это так называемый тариф АОКИГОК. Затем есть распределительные электросетевые компании, это 20 РЭКов, про которые я говорил. В некоторых регионах существует еще, я отмечал порядка 70 и более энергопередающих других компаний, это еще одна добавка. И есть еще надбавка энергоснабжающей организации. Вот этот тариф, ну, вы сами понимаете, в зависимости от того, как далеко поставляется электроэнергия, он поэтому и разный для всех регионов. Ну, при переходе вот по поручению президента к системе единого закупщика, нам необходимо будет рассмотреть вопросы объединения вот этих вот энергопередающих компаний и энергоснабжающих компаний. То есть вот на ту часть, которая сейчас приходится на тарифы этих организаций, возможно снижение тарифа. И мы планируем, что вот в ближайшее время все необходимые расчеты будем проводить. И я думаю, мы все-таки придем к тому, что в какой-то степени тариф выровняется для всех регионов, будет примерно одинаковым. И, соответственно, этот тариф будет, конечно, несколько ниже, чем существующие ныне. Уважаемые коллеги, есть ли желающие задать вопросы нашим спикерам?